Какое изобретение принесло больше вреда, чем пользы? Лоботомия. Наименее заслуженная Нобелевская премия за всю историю. Это такая жесть, и даже в то время многие люди это знали. По сути, лоботомия позволяла облегчить уход за больными, превратив их в полумертвых. Они почти даже не притворялись, что лоботомия реально лечит болезни. Чудовищно. История Розмари Кеннеди, старшей сестры Джона Кеннеди, застряла в моей голове на многие годы, после того, как я впервые ее услышала. Мы прошли через верхнюю часть головы, думаю, Розмари была в сознании. Ей ввели слабый транквилизатор. Я сделал хирургический разрез в мозгу через череп, рядом с передней частью, с обеих сторон. Это был небольшой разрез, не больше двух с половиной сантиметров. Инструмент, использованный доктором Уотсоном, походил на нож для масла. Он повернул его вверх, а затем вниз, чтобы разрезать ткани головного мозга. Мы вставляем инструмент внутрь, сказал он. Пока доктор Уотт срезал, доктор Фримен задал Розмари несколько вопросов. Например, он попросил ее процитировать молитву Господню, или спеть «Боже, благослови Америку», или считать в обратном порядке. Мы делали оценку того, насколько большим делать разрез на основе того, как она отвечала. Когда Розмари начала говорить бессвязно, они остановились. Кстати, становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Продолжаем. Круглосуточные новостные каналы В какой-то момент сообщение новостей перестало быть главной целью подобных каналов. Вместо этого они начали рассказывать о том, что будет привлекать внимание зрителей. Это терпимо для 30-минутных новостных передач, но при 24-часовом вещании каждую мелочь преподносят как сенсацию, что увеличивает тревожность людей. Такие пластиковые упаковки с как бы гофрированным швом, спаянным по всему краю, к тому же из сверхтолстого пластика, который может ранить вас при попытке открытия. Особенно, когда внутри упаковки ваши новые ножницы. Трудности при вскрытии упаковки – это общее название повышенного уровня гнева и разочарования, вызванного неспособностью открыть упаковку. Я однажды купил новую мышку, и мне пришлось воспользоваться садовым секатором, штука, которой мафиози отрезают пальцы во время пыток, чтобы вскрыть упаковку. Сигареты. Эти штуки разрушили мою жизнь. С тех пор, как я перестал курить, у меня появились ресурсы для других занятий. Влияние приятелей и желание вписаться в компанию приводят к ужасным последствиям. Ежедневное желание снова начать курить – самая большая проблема. Я бросила много лет назад, почему я до сих пор думаю о сигаретах. Они к тому же дерьмово пахнут, но часть меня обожает этот запах. Из-за курения умирает больше людей, чем из-за аварий и убийств в совокупности. Моя бабушка медленно умирала у меня на глазах, когда мне было 16. Она выкуривала по три пачки в день. Ее зависимость была такой сильной, что она уже не могла бросить. Ей было всего 64, а она спала с кислородным баллоном и кислородной маской. Этого зрелища было достаточно, чтобы я не закурил. Всплывающая реклама. Только представьте, сколько человек стали жертвами вредоносных программ и вирусов из-за всплывающей рекламы. К тому же они просто бесят. Даже создатель всплывающих окон с баннерами рекламы Эттан Цукерман извинился за свое детище. Игровые автоматы. Как только вы почувствуете удовольствие от того, что отыграли свои деньги, автоматы съедят их в два счета. Вы можете думать, что победите систему, но именно так они завлекают вас и обдирают до последней нитки. Эти штуки запрограммированы на проигрыш, когда в них вкладывают большие суммы, и вам нужно быть очень удачливым, чтобы выиграть большой джекпот. Одна из моих подруг выиграла один раз в игровом автомате и стала полностью зависима. Она потеряла тысячи долларов из-за азартных игр, и я не понимаю, почему такие люди до сих пор думают, что им когда-либо снова повезет. Если бы игровые автоматы были выгодны для простых людей, их бы уже давно не было. Этилированный бензин. Тетраэтил-свинец, одно из самых опасных соединений с участием свинца, добавили в бензин, чтобы увеличить производительность и долговечность двигателя. Свинец должен был покрыть некоторые внутренние части и обеспечить уплотнение на клапанах и оказать смазочное воздействие на движущиеся детали. Он на самом деле повышает эффективность, но, как вы сами понимаете, опасен для людей. Свинец водит с ума, но очень медленно, если постоянно подвергаться его воздействию даже в небольших количествах. Он убивает мозг. Свинец в бензине незаметно отравлял практически всех жителей развитых стран в 70-е годы, попадая в воздух. Есть теория, что поколение бумеров известно своими неадекватными представителями, потому что их мозг медленно деградировал на протяжении 20 лет. Томас Миджли-младший изобрел тетраэтил-свинец и фреон. Оба его изобретения, как выяснилось, очень вредны для окружающей среды. Согласно некоторым источникам, именно этот человек ответственен за появление дыр в озоновом слое. Интересный факт. Бедняга заразился полиомиелитом, и ему стало трудно вставать с постели. Поэтому он создал систему веревок и блоков, чтобы самостоятельно вставать с постели. Однажды он запутался в устройстве и умер от удушения. Полиграф. Даже его создатель, Джон Ларсон, пожалел о своем изобретении, когда понял, что правоохранительные органы начали злоупотреблять им против обычных граждан. Министерство обороны США провели исследование о научной обоснованности полиграфа и пришли к выводу, что он также эффективен, как подбрасывание монеты. Половина оборудования, к которому подключают человека, вообще ничего не измеряет. Короче говоря, измеряется лишь стресс. Получается, что все люди, находящиеся в стрессовом состоянии, являются лжецами и или все лжецы находятся в состоянии стресса. К сожалению, патологические лжецы почти не испытывают стресса из-за отсутствия эмоциональной реакции. Таким образом, эта методика создана лишь для того, чтобы создать иллюзию того, что можно мгновенно обнаружить ложь, чтобы, по сути, заставить человека, который проходит проверку, признаться во всем. Это то же самое, как если бы детектив сказал подозреваемому «Мы все знаем, надеясь добиться признания». Продукты и снеки в индивидуальной пластиковой упаковке. Я работаю в продуктовом магазине, и мне становится не по себе от количества всякого дерьма, которое отлично продается. Боже, вчера я выкладывала на полке Nutella & Go, которая представляет из себя нутеллу с хлебными палочками. Они такие крошечные, продаются в пластиковых паночках. Или большие пакеты с конфетами, в которых каждая конфетка находится в индивидуальной обертке. Или эти нелепые пакеты по 30 мл замороженных сублимированных фруктов, которые популярны до нелепости, несмотря на завышенную цену в 3 доллара за пакетик. Я понимаю, что пластик сам по себе не так плох, но меня ужасает то, в каких масштабах представители моего поколения, мне 34, загрязняют окружающую среду ненужной упаковкой. В Америке достаточно плачевная ситуация с этим, но меня поразило, насколько все ужасно в Японии. Производители там просто повернуты на эстетике упаковки. Они оборачивают пластиком, затем вторым слоем, затем третьим, все свои крошечные порции пищевых продуктов. Создается впечатление, что на упаковку товаров в этой стране тратят минимум в 2 раза больше пластика, чем в любом другом месте. Акустический выключатель. Ученые явно не все продумали, когда создавали его. Я купила такой, потому что я подумала, что это такой удобный способ для включения света. Но каждый раз, как два звука следуют друг за другом, он включается или выключается. Два шага, два удара ножа о доску при разделке, две лающие собаки. И это происходит так часто, что о плюсах такого выключателя вовсе забываешь. Ага, я избавился от своего по тем же причинам. А еще я купил себе брелок для ключей, который издавал звук при свисте, чтобы ключи можно было легко найти. Он срабатывал от болтовни моей бабушки, от щебета птиц, от звука радио. Иногда он даже срабатывал от собственного звука. Проклятая безделушка. Существует очень интересная теория насчет хлопкоочистительной машины. До ее изобретения многие фермеры считали, что выращивание хлопка невыгодно, поскольку его было сложно обрабатывать, и количество рабов, необходимых для ручной обработки хлопка, обошлось бы дороже выручки от продукции. С изобретением хлопкоочистительной машины гораздо меньшее количество рабов могло переработать столько хлопка, сколько могли вырастить фермеры. В результате спрос на рабскую силу в Америке возрос многократно, и хотя очевидно рабство существовало в Америке задолго до этого, именно с созданием хлопкоочистительной машины количество рабов увеличилось вдвое за 10 лет, а к 1850 году в 5 раз. Из-за этого изобретения рабовладение в Южных Штатах вышло на новый уровень. Можно даже утверждать, что внедрение этой машины усугубило в значительной степени все расовые проблемы Америки. Вейп Мой муж умер внезапно и в полном одиночестве в прошлом году в возрасте 39 лет из-за вейпа. Нашей дочери было 2 года. Он пытался бросить курить ради нее. Он думал, что вейп безопаснее, но умер из-за отравления никотином. Нельзя не упомянуть гильотину. Это устройство изобрели во время французской революции, так как во Франции все еще были распространены ужасные методы казни, которые не всегда приводили в исполнение безупречно. Гильотина была изобретена как способ быстрой безболезненной казни, но показала такую эффективность, что в последующие годы ее начали использовать все чаще и чаще. С помощью гильотины один палач мог казнить 12 приговоренных к смерти всего за 13 минут. Излишне говорит, что благие намерения ее создателя, который в принципе выступал против смертной казни и хотел просто сделать процесс сгуманнее, вскоре обернулись злом. Газированные сладкие напитки. Употребление сладких напитков приводит к ожирению, диабету и другим болезням. Да, они продаются на каждом углу и довольно дешево. Усугубляет ситуацию то, что газировки продают в алюминиевых банках, которые содержат бисфенол А, который может привести к повышению артериального давления. Газировки также продают в пластиковых бутылках, которые тоже содержат бисфенол А, который может попасть в кровеносную систему и привести к образованию раковых клеток. Если сладкие напитки не навредят вам, их упаковка вас все равно доконает. Горчичный газ, иприт. Это ужасное, ужасное химическое оружие, созданное немецкими учеными во время Первой мировой войны. Умирает только порядка 5% отравившихся, остальных делает инвалидами. Поражает горчичный газ в первую очередь глаза и кожу. Если глаза пострадавшего не защищены, он может ослепнуть временно или навсегда. При контакте с ипритом на коже образуются нарывы, а попадания в легкие приводят к тяжелым поражениям дыхательных путей. Кроме того, современные исследования показали, что иприт способен провоцировать изменения ДНК. Создатель этого оружия, Фритц Габбер, даже не стыдился того, что сделал. Известно, что он сказал, что смерть есть смерть, и неважно, насколько она ужасна. Он полностью поддерживал химическое оружие. Несмотря на это, чувак выиграл Нобелевскую премию за изобретение метода синтеза аммиака, значительно более легкого, чем известные прежде методы, что оказало революционное влияние на фермерское хозяйство и производство удобрений. Изобретатель видел в этом методе лишь способ создания нового химического оружия. Сельскохозяйственное применение оказалось лишь удачным побочным эффектом. Очевидный пример, но все же динамит. Альфред Нобель, изобретатель, изобрел динамит как более безопасное и более стабильное взрывчатое вещество, которое можно было использовать в шахтах для предотвращения несчастных случаев, после того, как его брат умер несколькими годами ранее от нитроглицерина, очень нестабильного взрывчатого вещества. Но динамит начали применять в войнах для убийства людей. Реалити-шоу Недавно я слушал о подкаст, в котором объяснили, что реалити-шоу стали популярны во время забастовки сценаристов. Телеканалы поняли, что создание реалити-шоу обходится дешево, поэтому начали плодить их. Подкаст включал интервью с режиссером, который признался, что шоу, которое он снимал, разрушило его брак, так как он каждый день приходил домой сердитый и в депрессии. Я вижу, какое влияние на общество оказали кардашьяны со своими реалити-шоу. Моя 24-летняя племянница работает стилистом и зарабатывает кучу денег на своих ровесницах, которые хотят выглядеть как Ким Кардашьян. Ногти, загар и т.п. Больше всего меня расстраивают филлеры, из-за которых столько молодых девушек выглядят неестественно. Мы не видим, как выглядят в реальной жизни кардашьяны, а только результат работы огромных команд специалистов. Какое влияние это оказывает на самооценки девушек? А еще они продают бесполезный диетический чай, который, по сути, является просто слабительным. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok